Всем привет! Почти середина декабря. Ездить сейчас особо некуда. Самое время готовить машину к очередным путешествиям и мастерить что-то в гараже. Сегодня хочу сделать очередной стеллаж для гаража. Изначально думал сделать его из дерева, но посетив рынок и магазин строительных материалов некоторое время находился в легком недоумении от цен на материалы. Выяснилось, что деревянный брусок, обычный деревянный неструганный брусок 40 на 40 трехметровый стоит почти 500 рублей. При этом металлический профиль 20 на 20 такой же длины стоит чуть больше двухсот. Ну и собственно выбор был очевиден. Стеллаж решил сделать из профильной трубы. Стеллаж будет высотой метр семьдесят, шириной метр и толщиной тридцать два сантиметра. Соответственно вырезал четыре кусочка метр семьдесят, четыре кусочка метр и двенадцать кусочков по двадцать восемь сантиметров. Горизонтальные опоры для полок буду уже отмерять по месту после того как соберу основной каркас. В этот раз решил обойтись без заглушек и весь каркас стеллажа будет замкнутый. Поэтому часть срезов сделаны под 45 градусов. Были некоторые сомнения, что смогу ровно отрезать болгаркой под 45. Но если постараться и делать все аккуратно, получается практически идеально. Полки буду делать из плиты ОСБ. Она у нас сейчас почти втрое дешевле фанеры. Перед началом сборки тщательно проверяем диагонали. Переворачиваем нашу рамку. Еще раз проверяем диагонали. И чтобы второй раз не мучиться и не ловить эти самые диагонали на второй рамки задней. Просто укладываем ее сверху и провариваем. Диагонали промерил. Уложил вторую рамку поверх первой, чтобы не лозили. Закрепил струбцинками и где-то магнитными уголками. Все. Провариваем вторую половинку. Все. Рамки проварены. Теперь с внутренней стороны, где будут стоять перемычки, зачищаем сварочные швы шлифмашинкой. Поверхности зачищены. При помощи уголков выставляем боковые перемычки и немножко прихватываем. Возможно, нам их придется где-то поправить. Ну вот, обе половинки практически идеально совпали. Сейчас чуть-чуть подровняем перемычки. Совместим уголки и прихватим. Основной каркас проварился. Сейчас надо будет отмерить на какой высоте полочки и начать на прихватках вваривать вот эти вот боковые перемычки. Разметил маркером по рулетке. Перемычка выставлена. На всякий случай проверю уголком. Ну, все нормально. Проваривать буду по бокам, потому что профиль утягивает при сварке в сторону шва. Лучше сразу этого избегать. Поэтому фиксируем перемычку к магнитному уголку. И провариваем здесь, здесь, здесь и здесь. Небольшое уточнение. К вот этой черной поверхности, оксидированной в масле, наотрез отказывается прихватываться. Я что-то подумал, и так приварится. нет. Поэтому вот эти части, где будет сварной шув, зачищаем до чистого металла. Ну вот, с одной стороны перемычки вварены. Внизу самое большое отделение, 50 сантиметров. Там будет стоять пылесос. Еще что-то. Здесь три ячейки по 25. В них будут стоять ящички со всякой мелочевкой. Ну и сверху еще 50 сантиметров. Что-то будет стоять, что не знаю. Было бы место, а что поставить мы найдем. Прошло у меня несколько дней, и я продолжаю делать стеллаж. Сейчас хочу нарезать длинные горизонтальные кусочки профиля, на которые будут опираться полки. Чтобы все было поточнее и поаккуратнее, отмерять я их буду по месту. С одной стороны буду класть профиль вот так вот на уголок, а с другой стороны отчеркивать чертилкой. Чертилка, как назло, куда-то запропастилась. Ладно, воспользуемся обломком ножовочного полотна. Разметил как можно более аккуратней. И резать буду не по риске, а как бы с небольшим отступом. Чтобы диск этой риски только-только касался, чтобы не сбить размер. Профиль плюс-минус пару миллиметров кривой. Чтобы не получилось, что мои индивидуально сделанные перемычки где-то будут в распор вставать. Где-то немножко с зазором. Я их помечу. 8 перемычек нарезаны. Осталось зачистить вот эти места, где будет располагаться сварочный шов. И можно будет приступать к окончательной сборке. Наконец-то закончена эта муторная часть. С разметкой, распилкой и зачисткой профиля. Можно приступать к сварочным работам. Сначала варю последнюю короткую перемычку. И потом, наконец, начну варить длинные. Продолжение следует. Продолжение следует. Вот так. Ну и чтобы всё было максимально симпатично, зачищаем лепестковым диском сварные швы. Ну что ж, сварочные работы закончены. Осталось зачистить сварные швы, чтобы всё было красиво обезжирить и покрасить конструкцию. Всё зачистил, получились довольно-таки аккуратненькие уголки. Теперь надо пройтись обезжиривателем и покрасить. Красить буду грунт эмалью 3 в 1 и красить буду валиком. Субтитры сделал DimaTorzok. Краска достаточно укрывистая, но всё равно красить буду в два прохода. В два слоя я покрасил. Краска высохла. Вот здесь на стыках, куда не подлезал валик, я прошёлся кисточкой. Остаётся вырезать полочки и покрасить их. Чтобы не ловить рулеткой миллиметры, решил разметить прямо по месту. Закрепил струбцинками лист к стеллажу. И сейчас отмечу. Стянул пакет из четырёх полок с трубцинками. И сейчас размечу вырезы по углам. Сделаю их умышленно с небольшим запасом. Чтобы не подгонять потом по месту каждую полочку. Полочки выпилены. Внизу вот эта большая пространство. Там будет стоять пылесос. И что-то ещё, чего не придумал. Посередине три полки под такие вот ящики. В ящиках будет лежать всякая мелочёвка, всякие расходники. Размер стеллажа делал специально под эти ящики. На полке выше будет лежать инструмент, который чаще всего используется во время ремонта. Как раз когда машина заезжает капотом внутрь гаража, стеллаж будет с левой стороны. Очень удобно будет класть туда ключи и брать их оттуда. Ну и самая верхняя полочка. Там будет лежать что-то нечасто используемое, потому что она достаточно высокая. Возможно будут стоять какие-то канистрочки с маслом. Сейчас берём валик и начинаем красить полки. Полки покрашены, стеллаж покрашен. Можно всё это собирать и устанавливать в угол, в котором он и будет стоять. Ну что ж, стеллаж отлично встал в угол. Теперь всё, что было распихано кое-как, вечно мешалось, будет аккуратненько стоять на стеллаже. Единственное, надо вот этот вот светильник, который теперь будет закрывать верхняя полка, перевесить куда-нибудь под самый потолок. И ещё что-то я теперь засомневался насчёт вот этой нижней части. Я сначала был уверен, что там никакая фанерка, никакая полочка не нужна. Будет всё, что там находится, стоять на полу. Теперь что-то засомневался, как-то не слишком всё это аккуратно выглядит. Наверное, ещё вот сюда полочку надо всё-таки сделать. Там остались обрезки USB-плиты. Наверное, как-нибудь из них соберу, чтобы материал ещё не докупать. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Поменьше сидите на диване. Побольше занимайтесь чем-нибудь интересным. Что-нибудь мастерите. Ходите, гуляйте. Путешествуйте. Ловите рыбу. Собирайте грибы. В общем, живите полноценной, насыщенной жизнью. Редактор субтитров А.Семкин